Я рад приветствовать вас, дорогие братья и сестры! В это непростое время хотел бы вместе с вами побеседовать, помолиться Господу, читать Священное Писание и порассуждать об этом времени, в котором мы живем. Хочу сразу вам сказать, что тема сегодняшней проповеди, как и это наше время, она может быть не совсем обычная, будет. Название будет следующее. В тишине и уповании крепость ваша. Может быть, кто-то подумает, как быть в тишине, как находиться в хорошем уповании. Это не очень-то так и просто, но все-таки Слово Божье говорит нам, чтобы мы научились доверяться Господу и ходить путями Его. Тишина, спокойствие, упование. Это наша вера, это доверие Богу. Бог смотрит на качество нашей веры. Бог также смотрит и на глубину нашей веры. Иногда, наверное, случается у нас так, как Божье Слово пишет, Господи, я верю, но помоги моему неверию. Что касается нашей жизни, то Божье Слово говорит, что когда что-то приходит в нашу жизнь, оно касается и нашего тела, оно касается и нашей души, оно касается и нашего духа. Тело расстраивается, не хочет принимать пищи, сердце бьет более усиленно, переживает, волнуется весь наш организм. Духовный мир тоже оказывает на нас свое влияние, и мы часто порою чувствуем себя как-то не совсем правильно. Хочу сказать, что часто то, что мы видим, оказывает на нас больше влияние, тем то, что невидимо есть у нас. Это тоже заблуждение, хотя для нас все-таки надо стараться, чтобы все было в такой хорошей, доброй гармонии. Друзья, я хотел бы сказать, чтобы мы все знали и помнили, что Бог постоянно проверяет нашу веру. Время карантина, в которой мы сейчас живем, и уже есть немножко времени прошло, когда многие из нас находятся дома, это время проверяет нас. У нас есть хорошая возможность читать Божье Слово, и у нас есть хорошая возможность слышать хорошие проповеди, многое взять, скажу, законспектировать. Я это стараюсь сделать и в тетради, и на телефон, чтобы, когда мне нужно, я мог открыть и посмотреть на хорошие, добрые, ценные мысли. Кто-то говорит так, что в этом мире сейчас идет репетиция, быть может и так, быть может кто-то и наблюдает за всем этим. Но я скажу вам, рассуждая над всем, что происходит, я прихожу, мне это не сильно важно. Для меня более важно мое отношение к Господу, моя готовность. И как пастор переживаю за людей, за паству, хотел бы свои размышления оставить сегодня. Поэтому репетиция, репетиции. Да, быть может кто-то смотрит, как будут себя вести страны, как будут себя вести политики, как будут себя вести люди. Много будет страха, мало ли будет страха. Не знаю, что кто заметил. И это меня не очень-то волнует. Меня все-таки волнует другое. Но я твердо знаю, что Бог есть Тот, Который управляет всем миром. И без Него ничего не могло произойти в этом мире. Но я верю и знаю, что Бог наблюдает за всеми церквями. Что Бог наблюдает за всеми пасторами. Что Бог наблюдает за всеми нашими. И смотрит. Какое же наше упование. Какая же есть наша реакция. Какая же есть наша вера. Церкви. Разные динаминации. Какое наше упование на Господа. Я себя заметил. Расслабились. Успокоились. Все было хорошо. А теперь время ободриться. А теперь время пробудиться. А теперь время бодрствует. Бодрство для каждого из нас. Потому что пришло время перемен. Похоже, они вскоре будут совершаться с нарастающей. Двигаться вперед. Что еще я поразмышлял себе. Любые испытания. Я говорю о христианах на земле. Иногда заканчивались как бы не совсем так, как бы хотели люди. Приходило время, когда смерть посещала людей. Не знаю, как будет в будущем. Я верю, что Бог многих сохранит, поможет, благословит. Но знаю, как. А иные и не достигли, написано. И не прошли так, как они бы хотели в своей жизни. Поэтому, что для меня, я скажу вам. Настоящий христианин есть тот, который абсолютно доверяет Господу. Что бы ни случилось, свою жизнь вручает в руки Господни. А если даже и смерть. И было время. Это, наверное, 35 лет прошло, когда мы собирались в Харкове. И было пророческое слово. Ко многим придет година искушения и испытания. Бог будет проверять вашу веру. Бог рассеет вас по всем уголкам земли. И некоторым придется и голову свою склонить. Я переживаю. Но скажу вам, доверяешь Господу? Да, собственно, у христианина другого пути нет. Есть Господь. Есть живая вера. А если даже и случится, что кому-то придется переходить в долину смертной тени. За нами Господь. Он знает о нас. Одно молюсь, Господи. Помоги всем нам. В тишине, уповании, в спокойствии. Сила наша. Такая тема сегодняшнего нашего разговора, беседы. Пусть Бог благословит. Я хотел бы сказать, что тишина это не есть бездействие. Тишина это наоборот есть действие в том, чтобы нам научиться доверять нашему Господу. Так как время, в которое мы живем, особенное время, да, мы это заметили. Умирают люди. Медики заболевают. Сколько много докторов, медсестер. Умерло. Именитые люди подверглись болезни и не смогли удержаться за палочку этой жизни. О Господи, мы в руках Твои. Особное время всем людям Земли. Но скажу вам, особенное время есть для христиан. И хотя нет войны, и хотя нет гонения, и хотя нет недостатка, но скажу вам, многие люди ощутили на себе это. Каким образом? Есть некоторая боязнь. Многие люди потеряли работу. А следовательно, недостаток финансов. А в этой жизни, даже Библия нам говорит, за все отвечает серебро. Хорошо, если оно есть. Если на какое-то время можно как-то рассчитывать на это. Многие ощутили на себе из-за этого страх. А Библия также говорит, что в страхе есть мучение. Поэтому, как же нам научиться жить так, чтобы нам уповать на Господа, доверяться Ему. Люди переживают, и некоторые звонят, и один даже пастор исповедовал и говорил, ох, как услышал об этой болезни. Как очень сильно я болелся, чтобы мне не заболеть и не умереть. У некоторых людей есть страх бедности. Некоторые люди переживают из-за того, что будет впереди. И если смотреть на все это, то я вам скажу, оно по-своему даже и понятно. Словно, сложных ситуаций в жизни было много. И было их много всегда. Но я вам скажу, и, наверное, надо сказать, их будет еще очень-очень много. Но наше упование определяет нашу дальнейшую жизнь. Что же мы сейчас можем сказать? Какое действие мы можем предпринять? Как можем мы повлиять на эту ситуацию? Я даже и не знаю. Если Господь допустил, если все так идет, то наша задача в этой ситуации адаптироваться, правильно себя вести, научиться полностью жизнь свою вручать Господу и доверяться Ему. Потому что все вы знаете, Господь заботится за нас. Все заботы ваши, наши. Божье Слово говорит, что мы доверили Ему, возложили на Него. Вы знаете, там написано, ибо Он печется о нас. А то более чем заботится о каждом из нас. В Его руке наша жизнь, в Его руке наши дни, для каждого уже прописаны. Интересно, но это тайна. И Бог не открывает этой тайны людям. В Его руке весь мир. И Он наблюдает за всем этим. Поэтому, дорогие друзья, я хочу вам сказать, для каждой проповеди сегодняшнего времени у меня есть любимый стих Библии, мотивирующий стих. Народ, надейся на Господа во всякое время. Бог нам прибежище. Да, действительно уповать на Господа очень важно. Самое ценное упование, когда оно есть в каком-то мире, в спокойствии. А Он есть мир наш. Это Он может даровать мир. Это Он может успокоить нас в жизни нашей, когда нам тяжело и трудно. Как много раз мы испытали это, помолились Господу. И приходил некий великий, божественный мир, который наполнял наше сердце. Ничего вроде бы не поменялось. А мир Божий приходил и успокаивал нас. Поэтому, по большому счету, сейчас ничего не зависит от нас. Но знаю, что все-таки это событие, это событие мирового порядка. И оно действительно оказывает некое влияние этой небезволи Божьей. Библейский совет к христианам. Я нашел его в Псалме 4, 9 стихом. Этот совет дает Давид. Послушайте, как он пишет. У него много было проблем. У него много было переживаний. Трудностей в жизни. Он не знал, как ему быть. Но доверялся Господу, молился ему. Приходило время отправляться на отдых. Посмотрите, как он пишет. Псалом 4, 9. «Спокойно ложусь и сплю. Ибо ты, Господи, один, даешь мне жить в безопасности». Он знал, что Господь силен сохранить его. Он знал, что Господь силен помочь ему. И мы это знаем. Нам немножко легче. Мы можем смотреть на тех людей, которые уже много прошли в своей жизни. Как тех, которые жили вместе с нами. А более всего, эти библейские верные свидетели, которые оставлены на страницах Священного Писания. Поэтому для нас сегодня, дорогие братья и сестры, увещеваю вас всех на то, чтобы по-полному доверяться Господу, Богу нашему. Так как впереди еще будет много испытаний. Впереди еще будет много тестов для нашей жизни. Очень хорошее время сейчас у нас, чтобы нам благодарить Господа. За то, что мы имеем на сегодняшний день. Слава Богу, мы не знаем многих людей, которые больны. А те, которые и переходят к своей жизни подобные испытания, оказались болезнью. Мы о них молимся. И, слава Богу, многие из них уже выздоровели. Некоторым обещают скорую свободу из больницы. И это, конечно же, радует нас. Мы приедем, будем молиться и благословлять имя нашего Господа. Время мира. Время свободы. Время возможности читать много Библию, Слово Божье и поучаться от Него. Время возможности слышать хорошие, очень хорошие проповеди братьев, которым дал Господь, ну, чудесные, верные, сильные слова увещевания. Поэтому, дорогие христиане, я вас поощряю, как бы благословляю на то, чтобы нам доверяться Господу. Давид как-то сказал так. Господи, Ты держишь жребий мой. Господи, Ты есть мой щит. Господи, Ты есть скала спасения моего. Он говорил, что Господь есть башня. Праведник убегает в башню и находится в безопасности. Что бы хотелось мне, мне бы хотелось для себя и для вас, чтобы слова уст наших и помышления сердца были благоугодны пред Господом, чтобы правильной молитвой нам сегодня молиться пред Господом. Скажу вам, христианин тогда силен, когда уповает на Господа. Боящемуся Господа он точно поможет. Твердо уповал я на Господа. Наверное, стоит нам открыть псалом и посмотреть, что же Давид сказал в 39-м псалме. Давайте вместе с вами прочитаем. Твердо уповал я на Господа, и он приклонился ко мне и услышал вопль мой. У него было переживание. И сегодня многие плачут, переживают, заболели. Никто не знает исхода, как дальше будет. Слышу вот друзья наши из Минска. Муж и жена, муж пастор, жена его поддерживает. Мы молимся о них. И даже переживаем. И, ну, я вам скажу, не просто так, а, ну, по-настоящему хотелось бы это делать и молиться, поддержать их. Вложил уста мою новую песнь, хвалу Богу нашему. У него переживание в Давида. А он говорит, я на тебя твердо уповаю. Ты поможешь мне. И даже песнь, Господи, даже пишет Давид, что в ночи Господь дает ему хорошую песнь. Пусть Бог благословит и нас в нашей жизни. Бог говорил как-то евреям, и стоит нам обратиться к Исаии 30 глава. Вот главный стих, который я взял, как основная тема сегодняшнего размышления. Это будет записано Исаия 30 глава 15 стих. Тишине и уповании крепость ваша. Вы знаете, какая ошибка была евреям? Они понадеялись на фараона. Они хотели идти, не вопросив Господа. А жив Господь, он же видел. Мы хотим пойти в Египет. Но сила фараона, Господь говорил, будет для вас стыдом. И убежище по тенью Египта бесчестием. Слышите, что посоветовал Господь? Он предложил прежде свою помощь, объяснил, не надо так делать. Народ, надейся на него во всякое время. Смотрите, дивный совет дал Господь. На помощь Египта, но помощь Египта будет тщетна, напрасна. Потому что я сказал им, как хорошо иметь такого Бога. Смотрите, ни воинством, ни силою. Я сказал им, сила их сидеть спокойно. О, Господи! Мы благодарим Тебя. И даже наша сила сегодня, находясь дома, сидеть спокойно. В тишине и уповании крепость Ваша. Оставаясь на месте, говорит Господь, и в покое вы бы спаслись. Я вам скажу, многие люди, которые не остались на месте, и не остались в покое, уповании на Господа, я вам скажу, попались. Многие заболели. Наверное, следовало прислушаться и это. Доверяйся Господу. А советы и Божьи, и правители этого мира нужно исполнять. Блаженны все, уповающие на Него. Дивен наш Господь. Поэтому нам не нужно надеяться на Египет. Нам не нужно надеяться на силу фараона, властей этого мира. Они еще и сами не знают, что делать с этой болезнью. Никто не скажет, когда она закончится, как долго будет, еще не прошла, а уже всех пугает, что на осень вернется опять. Я не знаю, что это. Но я хочу знать одно. Чтобы народ Божий был готов на всякое время. Сила наша сидеть спокойно. Но сидеть в действии в том, чтобы доверяться Господу, Богу нашему. Плод правосудия, я вычитал, написано в спокойствии. Это же Господь судит землю. Это Господь шествует по кругам этой земли, наблюдает за всеми праведными и неправедными, наблюдает за каждым из нас. Кто-то сказал так. Не время решает наш исход, но наша готовность. Это действительно есть так на самом деле. Кому помогло расстройство? Вы помните, сколько было плача от худой молвы? Кому оно помогло? Наоборот, разрушило. Расстроило народ, а люди, которые возмутили. Те десять соглядателей, которые ходили посмотреть землю. Библия говорит, их погубил Господь. Их наказал Господь. Поэтому, друзья, дорогие, наша задача мотивировать людей, нести добрые, благословляющие, которые могло бы ободрять. Читая Священное Писание, я нашел для себя и вместе с вами хочу сегодня порассуждать, как же трудно было Даниилу. Как было для него трудно в свое время, когда он услышал весть, что никто не может похороняться другому Богу. Никому не может кланяться. Есть тот, которому надо подчиняться. Давид, зная, молиться никому нельзя. Он пошел в дом свой. Окна были открыты. На мой взгляд, быть может, кто-то из нас сделал, знаете, что бы. Тихонько прикрыл двери, встал и помолился Господу Богу своему. Кто в течение тридцати дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить львинный рог. Скажите, а есть ли шанс выжить, когда ты окажешься в львинном рогу? Что интересно, я не знаю. Я завидую такому спокойствию, такому доверию Господу, такому живому упованию на Господа, которое проявил Даниил. Даниила 6.10. Даниил же узнал, что подписан такой указ. Пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты. Против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал и прежде. Ничего не поменялось в ритме жизни, в скеджуле этого Божьего мужа. Верный Божий муж. Высокий Дух Божий жил в нем, присутствовал, ходил с ним. Я вам скажу, что немаловажно знать. И царь знал об этом. И он наблюдал, очевидно, за Даниилом. Но были люди, которые подсмотрели и нашли Давида молящегося и просящего милости пред Богом своим. И, скажу вам, не за нами, подсматривают. А придет время, будут подсматривать еще более серьезно. А Данил три раза в день молится Господу Богу своему. И вот пришло время. Царь не совсем подозревал, но указ уже подписан. Его нельзя изменить. И слышите, что говорит царь? Я не могу поменять уже этого указа. Но я заметил нечто. И слышите, как он ободряет Даниила и говорит. Бог твой, которому неизменно ты служишь, Он спасет тебя. Дорогие друзья, как бы мне хотелось. Да похоже и вам хочется, чтобы кто-то сказал, что если где-то с кем-то обходятся неправильно, я не переживаю, я верю, Бог защитит тебя. Царь не спит всю ночь, царь беспокоится. Наутро бежит к Ру-Львинному. И вы знаете, чего бежит? У него есть вера, что Даниил там цел. И слышите, как он обращается на рассвете, встал, поспешно пошел к Ру-Львинному. И подойдя к Ру-Львинному, жалобным голосом кликнул Давида. И сказал царь Даниил, Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? И вот отвечает ему Даниил и говорит, царь, вовеки живи. Дорогие друзья, давайте должную начальству. И этому надо нам поучиться. Можно спешно ответить, а можно неспешно поблагодарить Господа. Поблагодарить этого царя, который сказал добрые слова. Бог мой, он отвечает, послал своего ангела. Ангел Господень затворил пасти львов. Они были ко мне дружелюбны. Я сидел вместе с ними. И они не сделали мне никакого вреда. Слышите, я рад этому. Библия говорит, что царь чрезвычайно возрадовался всему этому. Если не довести это дело до конца, этот рассказ, то будет неправильно. Тишина, мир, спокойствие на Ниила, живое упование на Господа, совершило целую революцию в государстве этого царя. Посмотрел на все это. И в лице Даниила увидел Господа. Увидел Господа Всемогущего. Увидел Господа сильного, благословенного, который управляет небом и землей. Иначе он так бы не заявил. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царство моего трепетали, слышите, не просто почитали, трепетали, благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет, это он заметил, и спасает, и совершает чудеса, и знамения на небе и на земле. Чудо произошло на земле, а цар утверждает и говорит, и на небе совершаются его чудеса. Он избавил Даниила от силы Львов. Данил не просто сошел в этот львиный ров. Его бросили. Вы представляете, какая реакция Львов на все это? И после всего этого, кажется, жизни уже пришел конец. Но нет, хорошее начало, благословенная дальнейшая жизнь. Даниил благоуспевал. И в царствовании Даниила, и в царствовании Кира Персидского. Вот вам благословение Господне. Благословение Господне обогащает. Мы это увидели. Оно печали с собой не приносит, как нужно нам в тишине уповании надеяться на Господа. Поэтому, христиане, дорогие, уберите всякие страхи. Особенно хотел бы вам... Не смотрите много этих информаций, которые пишут люди, и даже христиане, и, возможно, даже пасторы. Мне и пасторы присылали плохие информации. Которые, да, могут страшить. Не принимайте прививки. Не бойтесь всего этого. Говорят, они придут к вам. Не бойтесь прививок. Не бойтесь чипирования. Придет время, и я немножко в заключении буду говорить об этом в последнем времени. Никто никогда насильно никого чипировать не будет. Иначе жив Господь. И правда его велика. Как он накажет того христианина, который в незнании принял что-то, некое начертание? Господь делает так, чтобы мы в нашей жизни делали все осознанно. Чтобы мы в нашей жизни делали с доверием Господу, с упованием на Него. Поэтому давайте обратимся, мы, наверное, в Новый Завет и пойдем в первую книгу фессалоникийцам, пятая глава, и прочитаем об этом времени, что ожидает нас впереди. Тогда это волновало, и сейчас нас волнует. Первая фессалоникийцам, пять, один и ниже. О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья. Ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Да. И время это так быстро, как-то покатилось по земле и шествует, ходит по всей земле, и нет пока избавления. И знаменитая медицина, и хорошие благословенные страны не могут управиться совсем этим. Ибо вы сами знаете, достоверно, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, хотел бы остановиться. Еще мы не слышим о мире и безопасности. Еще пока существует много войн, много неприязни. Но народ Божий, не бойся. Скажу вам почему. Мы уже прочитали. Тогда внезапно постигнет их, кто говорил «мир и безопасность», их постигнет пагуба. Бог народ свой обещает сберечь, помочь. Да, пройдут многие испытания и трудности. Подобно как мука родами постигает, имеющим в очлепии не избегнут. Это все им. Это не христианам. А как нам. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас коктать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать, как и прочие. Но будем бодрствовать и трезвиться. Спящие пусть спят ночью, упивающиеся пусть упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся. Вот что нам нужно сегодня. Облегшись броню веры и любви и в шлем надежды спасения. И тогда получается тишина и упование. Абсолютное упование на Господа. Посему апостол Павел пишет утешайте, увещевайте друг друга, назидайте один другой этими словами, как вы уже и делаете. Вот как Божье Слово советует для нас идти по этому жизненному пути. Пусть Бог благословит, пусть Бог поможет каждому из нас. Нам надо оставаться в спокойствии. И поэтому во втором послании фессалоникийцам мы тоже прочитаем из второй главы третий стих. Да не обольстит вас никто никак. Ибо день тот не придет, доколе не придет прежнее отступление и не откроется человек греха, сын погибли. Многие говорят, все, это уже то время, да и близко еще нет. Как и много всего еще должно исполниться. Я не буду сейчас перечитывать, но дальше мы немножко увидим, что еще же и не исполнилось. Доколе не придет прежде отступление. Еще как такового нету. Мир, в школах разрешают молиться, Библию можно читать, церкви открыты, да, на время закрыты, но опять мы крепко ничего не потеряли, мы даже в чем-то нашли. Мы больше слушаем проповедей. Я не знаю, как вы, но я со своей семьей молюсь отлично пять, а то и шесть раз. Больше стало времени. Мы обращаемся к Господу, беседуем с детьми, молимся, благословляем друг друга, проводим наши воскресные семейные служения, учимся доверять Господу. Доколе не придет прежде отступление, не откроется человек греха, сын погибли. Открылся? Нет, еще не открылся. Поэтому, дорогие друзья, это важно для нас знать. Седьмой стих. Ибо тайна беззакония уже в действии. Она в действии. Но действие какое-то такое с промедлением, с ожиданием. Только не совершится до тех пор, пока не будет взять от среды удерживающей теперь. Много толкований есть на этот счет. Мне нравится то, как я понимаю Божье Слово. Я полагаю, удерживающий теперь, это есть Дух Святой. Когда Он заберется, Церкви Господней не будет на земле. Тогда будет все по-другому. Это сейчас Дух Святой все держит под контролем. Это Христос говорил, что если я не пойду, то утешитель не придет, Он вас научит, Он вас наставит, Он вас утвердит, будущее возвестит, Он вас обличит, Он будет помогать и даже будет давать нам некое знание, как нам молиться в нашей жизни. Пусть Бог благословит каждого из нас. Поэтому скажу вам, у Бога нет тайн относительно нашего времени. Он нам много-много всего написал. Было бы у нас только умение и знание найти все это, открыть, почитать, разъяснить другим. Правда, Бог никогда не говорил о датах, какой год, как люди любят и даже день хотят установить. Интересно то, я бы хотел обратить также наше внимание и пойти в книгу пророка, пророка Аввакума. Бог очень много сказал ему о славе, о ужасе пришествия Господня, дня Господня, как все будет совершаться. и говорит через него пред лицом его идет язва и по стопам его жгучий ветер. Дальше говорит, что и с реками что-то произойдет, и с холмами, горами. Но что бы ни происходило, пророк Господень Аввакум 3 главе 13 стихом говорит так, ты выступаешь для спасения народа твоего. Это мир пусть переживает. Это им волноваться. Нам только довериться. Да, проходить надо, но в испытаниях нам поможет Господь. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Это ты Господь. И поэтому, смотря на все это, что видел этот пророк Господень, как ему Бог открывал, знаете, что он пишет Аввакум 3, 16 последним предложением. А я должен быть спокоен. Ну, в хорошие дни, если бы добавить, да, конечно. Хорошо оставаться в спокойствии, когда все хорошо. А я должен быть спокоен в день бедствия. О, это меняет картинку. Это совершенно другое дело. Когда бедствие приходит, как находиться в спокойствии? Я молюсь об этом. Господи, научи нас доверяться тебе и оставаться в хорошем покое, покое мира, покое Божьем его любви, его присутствия. И вы знаете, когда он так помолился, когда он так сказал, что интересно, ну, уже бы все закончилось, он начинает развивать мысли, говорит, Господи, мне так нравится твой мир, мне так нравится твой покой, что, чтобы не произошло в жизни, я должен оставаться в покое. Слово должен, английское must, должен, другого варианта даже и нету. У него так и у нас, христиан, впереди еще очень многое совершится. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, масляно изменило, ни его не дала пищи, не стала въедь в загоне, рогатого скота в стойлах ни овощей, ни фруктов, ни мяса не стало. А он говорит, и тогда я буду радоваться о Господе. И более того, веселиться о Боге спасением моего. Апостол Павел мог так делать. Находясь в темнице, руки и ноги закованы в колоду, нет никакой возможности двигаться, военные люди охраняют его, но его упование другое, а он ночи воспевает Господу. Бог мой, сила моя, он сделает ноги мои, как у оленя. Слышите, о чем еще мечтает? День бедствия, ты рассчитываешь на некое упование, поможет Господь, как Даниилу. И с верой говорит, и на высоты мои возведет меня. Аллилуйя! Слава Богу за такое чудесное, великое обещание Господне. Следующий же пророк Божий Сафония говорит, что близок, близок великий день Господа очень поспешает, слышите? Тогда спешил, а теперь тем более поспешает. Пророк Господень как будто бы слышит, уже слышен голос Дня Господня. Горького запьет, это самый храбрый, это не о христианах, о нет, друзья. Бог говорит о нашей вере, хочет ее настраивать. Люди этого мира, храбрые, президенты, цари, неважно как называют, это они будут кричать и плакать. Поэтому для нас Сафония советую второй главе первым стихом первое предложение исследуйте себя внимательно, пожалуйста, исследуйте себя очень внимательно. Наверное будет неполным провести подобную беседу, не посмотрев еще на одного Божьего мужа, известный муж Божий, Божий, непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляется от зла, любит Господа, известный, богатый, благословенный, многославы, много богатства было в этого человека, семь сыновей, три дочери, жена, достаток. Все люди его знали того времени. И было время, как и мы в наше время, жил он спокойно. Слышите? Иов, 16 глава, 12 стих. Я был спокоен, но он потряс меня. Да мы знаем, что произошло. Не стало детей, не стало рогатого скота, не стало овец в загоне. Ничего не стало. Более того, заболел человек и заболел серьезно. Молится к Господу. Не понимает всего происходящего, и Бог скрыл это от него. Это Бог так проверял его. О, Господи, сохрани нас и помогли нам в жизни нашей. Пришли к нему друзья его, чтобы утешать его. Но вы знаете, они не утешители. Они наоборот расстроили его. И своих друзей Ио называет так, в этой же 16 главе, вторым стихом. Слышал я много такого. Жалкие, утешители, все вы. Назвал их жалкими. Он, не понимая, обращается к Господу. Он был спокоен, но слышит, Господь потряс его. И что ему делать? Как ему поступить в своей жизни? Он молится Богу своему. И 19 стихом 16 главы его пишет, и ныне вот на небесах свидетель мой, заступник мой вышних, многоречивые друзья мои. Молится Богу и говорит, к Богу слезит сердце мое. Скажу вам, как часто в нашей жизни, быть может мы не понимали того, кому трудно, кому тяжело. Это не просто, чтобы к Богу заслезило сердце наше. Это надо быть сочувственным. Это надо быть настоящим. Это надо быть верным. И так бы Бог чтобы так было. Он видел, что болезнь его очень серьезная. И говорит, наверное, летам моим уже будет скоро конец. Но все еще молится Господу. Молится и просит Господи. Не кричит. А в тишине своей молится Господи. Заступись, поручись сам за меня пред собою. Ты Господь сам заступись. Собою заступись за меня. Мне уже никого. Друзья пришли. Они меня не утешают. Они наоборот раздражают. Обращается к друзьям своим и говорит, кто обрекает друзей своих в добычу? Я не хотел бы даже читать остаток этого стиха. Скажу своими словами. чем будет плохо. Ну и у Иова надежда на Господа. Но праведник он называет очевидно себя. Потому что говорил, что если бы то, что я делал написать, я носил бы, пусть все читают это как награду. Но праведник будет крепко держаться пути своего. И чистой руками будет больше и больше утверждаться. У него проблема. У него беда. У него ничего не стало. Жена не сумела поддержать его. Упование мужа Божьего сильное. Упование мужа Божьего очень таки крепкое. Хотя Бог очень потряс его. Око его слезит к Господу. Он уповает на него. У него надежда на Господа. ничего не стало. И слушайте он говорит Бог дал Бог и взял да будет имя Господне благословенно. Но если бы сказать первое предложение Бог дал и взял понятно. Но произносите пожалуйста когда у вас проблема да будет имя Господне благословенно. Скажите а такое слово учит вас и меня? Я скажу меня учит точно. Думаю и вас. Господи да будет имя Твое благословенно. В каждом дне когда просыпаемся мы должны так благодарить Господа и хвалить Его за добрую милость который Он давал нам. Это же нам наблюдать за этими людьми и за теми которые есть в нашей жизни за теми которые прошли путь жизни и оставили нам след. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного ибо будущность такого человека есть мир. Вот где мир Божий вот где покой Божий вот где тишина и твердое упование на Господа. Поэтому в 22 главе книги Иова написано 21 стихом следующее. Совет его был сблизься же с ним и будешь спокоен. Скажу вам я плохо понимаю эти слова. но скажу вам они работают они очень правдивые и истинные когда мы сближаемся с Господом тогда мы действительно спокойны больше того через это придет к вам добро мы хотим добра мы хотим войти из той или другой ситуации в нашем доме в наших детях которые не послушались которые упали отпали заблудились не знают как им дальше идти Господи помоги и я молюсь о вас и вы молитесь друг о друга если у вас хорошо в семье поддерживайте слабых поддерживайте тем кому трудно вы же знаете как много христианских семей посетили проблемы да конечно очевидно есть и наша ошибка и наше воспитание мало времени у нас было для этого сейчас времени много но не просто исправить ситуацию в нашей жизни прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое если ты обратишься к вседержителю то вновь устроишься о Господь это к нему надо прийти это к нему надо обратиться это перед ним нужно склониться это ему нужно помолиться поблагодарить Господа с благодарностью Павел пишет что мы открывали наши слова Господе нашу молитву начинали Господу и он восполнит всякий недостаток наш если обратишься к вседержителю то вновь устроишься ударишь беззаконие от шатра твоего пересмотри свои пути и будет вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя золото огнем очищенное советую что мы это все купили Господь есть это золото слово Божье есть это золото оно нас обогащает благословение от Господа печаль но нам никогда не приносит помолишься ему и он услышит тебя и ты исполнишь обеты твои а как много у нас просьб а как много у нас пожеланий намерений и здесь есть Господь положишь намерение и оно состоится у тебя и над путями твоими будет сиять свет Господь знает твой путь Ио говорил Господи обрати на меня твое внимание если даже ты испытаешь меня знаю говорит выйду как золото мы не можем так сказать поэтому не просите чтобы Господь испытал проверю вас я знаю мужей Божьих которые дерзнули проверки Господней ох как сильно пострадали они в своей жизни не только они и жены их и дети их а знаю одного служителя который попросил дерзновенных проверь меня пришел Господь и проверил и дом сгорел и дети болели и лошадь сильно ударила самого маленького сына череп раскололся и не смог на работе удержался ударил работника убрали с работы наказали в церкви не просите не просите подобного не потяните лучше скажи Господи я смиряюсь пред Тобою помоги мне быть верным детем Твоим и уповать на Тебя пусть Бог благословил книга Исаии давайте мы прочитаем книгу Исаии и будем идти к заключению 7 глава 4 стих была проблема два царя пришли и царь Ахаз не знал как ему быть он молился чтобы пророк Исаия дал ему некое знание сам царь волнуется поколебало сердце царя и сердце народа так же как колеблются от ветра от ветра дерева в лесу все поколебались два царя идут слышите что Бог сказал ему это Господь то он нас милует плохо поступал народ Божий а его вот предшественник Госия так много сделал всего и Бог решил попустить народ но царь молится к Господу и знаете что Бог говорит ему говорит пророку Господню Исаии ты выйди к концу водопровода верхнего пруда к дорогу к полю Беличнему и скажи царю наблюдай и будь спокоен я умышленно сегодня нашел эти места Библии которые так много раз говорят нам когда у нас проблема не время кричать да кричать надо молитве Господу но кричать так чтобы вас слышали соседи чтобы вас видели люди и сказали да хорошее упование в этого человека кричите вашим сердцем Господу Господь услышав тихий крик сестры Анны которая молилась пред Господом и дал ей просимое услышит и вас и поможет вам Исайя пришел и сказал наблюдай и будь спокоен не страшись и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головей от разгоревшегося гнева рецина и серия но Господь Бог так говорит это не состоится и не сбудется более того дал еще возможность если хочешь я тебе покажу знамение потому что вы похоже не совсем верите и не удостоверены попроси если хочешь знамение но царахас говорит не буду просить и не буду искушать Господа дорогие друзья подошло время я хотел бы закончить на следующей ночи псалом Асав сказал так на Господа Бога я возложил упование мое 72 псалом вы знаете какой псалом он посмотрел он многое увидел он даже позавидовал людям этого мира но когда он пришел присутствии Господней он увидел по другому в заключении пишет на Господа Бога возложил я упование мое второе Давид крепость силы моей и упование мое в Боге это всем нам и третье лучше уповать на Господа нежели надеяться на людей поэтому дорогие друзья как бы то ни было можно уповать на медицину можно уповать на людей этого мира уповайте на Господа уповающим на Господа ожидает милость титул 3 7 итак оправдавшись благодатью мы по упованию соделались наследниками вечной жизни аллилуйя Богу нашему мы действительно оправдались благодатью и теперь наше упование Господь посему совет будем держаться твердое исповедание неуклонно ибо верен обещавший со своей стороны Господь сделает все необходимое помните в тишине в спокойствии в уповании есть сила наша сила наша Господь а Он в любой ситуации поможет нам мир так велик но карантин никто дома не один время хорошее духовно укрепиться на Господа всецело положиться пусть благословит всех вас Господь пусть Бог поможет нам пройти это непростое время и оказаться верными Господу и знать что Господь всегда поможет нам Господь Господь дарует нам все необходимое для жизни уже даровал для жизни и благочестия тихо веяние ветра мы сможем заметить как хождение по верхушкам тутовых деревьев и будет благословение мир Божий пусть пребудет со всеми нами аминь божий 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 с